здравствуйте друзья еще много-много лет назад когда было мне туда ну может быть лет 25 вот когда мне было лет 25 я начал впервые выступать на больших аудиториях ну допустим там я не знаю 300 400 человек в профессиональных каких-то вопросах в частности мы тогда занимались разработкой методов быстрого обучения я преподавателем докладывал там конференции педагогические я там докладу что это заметил меня это удивило очень что вот если в зале сидит 400 человек и ты уже рассказываешь то 200 вообще не поняли о чем ты говорю а еще 200 поняли но привратно а чтобы вот там скажем из 400 человек кто-то реально вот ну про вот понял вот именно то что ты хочешь сказать это редкость и вот причем профессиональная аудитория еду можете что-то невнятно рассказываю может быть ну хотя в общем и в целом у меня как бы от природы как бы есть такая способность внятно рассказывать но тем не менее я и так и сяк а тут уже интернет блогинг да это уже не конференции там где 400 человек а это уже блин тут тебя могут слушать тысячи десятки тысячи сотни тысяч миллионы у меня вот есть видео там про вопросы на интервью который мы знаем за миллион перебалило там просмотра до нас же вопрос так и к чему я рассказываю к тому что на днях тут значит вот отвечал я на вопрос люди говорят что вот про зарплату на что вот рекрутеры что-то спрашивают потом про зарплату ли там а сколько ты хочешь и так далее и я объяснял что тут есть как бы две ситуации ситуация первая когда те первый раз звонят и они просто хотят понять сколько ты хочешь денег чтобы звонить тебе или не звонить когда конкретно позиции вот а когда они звонят 2 3 23 раз и так далее они уже знают у них системе есть сколько ты хочешь и они говорят вот есть такая-то позиция ну в твоем диапазоне вот как устраивать или не устроен вот то есть как бы 2 2 разные ситуации и этом можно ли вопрос был там торговаться не торговаться я говорю что когда тебе первый раз звонят так чете торговаться просто спрашивают в каком диапазоне тебе звонить а второй раз тебе говорят ну вот есть сколько есть ну вот да да нет нет посылать не посылать нужно и казалось бы вопрос то яйца выйдет нам не стоит и тут значит там небольшая но такая дискуссия значит развернулась там как что вот мол рекрутера они там специально не говорят сколько денег чтобы значит там побольше из тебя выжить вот и поменьше тебе дать побольше себе в карман сунуть другой говорит вот я там это самое ты в америке тоже не только вот там день там других местах что вот пять разных рекрутеров одну и ту же позицию предлагают и все говорят разные деньги чтобы значит там себе при кармане это часто бывает кстати действительно звонят с одной позиции один там 30 долларов предлагает другой 43 50 это правда но это вообще никакого отношения не имеет к тому о чем мы тут говорили что когда тебе звонят не первый раз уже звонят они уже знают сколько тебе надо и звонят только потому что ты в этом диапазоне я но это так мелочь я просто к чему рассказывать что вот как блогер как чек который бы получает там доступ большому количеству людей и видит ну мы видим только тех кто реагирует понимаете мы не видим тех кто допустим он послушал понял все хорошо сделал и ничего не написал и мы даже не знаем что есть этот человек но те люди которых зацепил и которые что-то отвечают и я думаю боже а почему он не отвечает на то что я сказал почему он отвечает на что-то ну наверное наверное какая-то фраза или какая-то тема сама по себе знаете она включает сознание и сознание начинает какое-то свое видео смотреть поэтому иногда ты слушаешь человека мать и вот какой-то видеоряд идет он может быть не не связан непосредственно с тем что тебе сказали а просто щелк и запускается твой собственный какой-то видеоряд который по этой теме не по этой теме около этой темы там еще что-то еще что-то и это довольно занятно кстати когда читаешь комментарии довольно занятно куда только может вынырнуть вообще ход человеческой мысли я помню еще пацаном был журнале крокодил было был конкурс значит кто придумает лучшее название там к ситуации или там что-то такое это ситуация такая что мужик открывается значит кран на кухне а из крана идет молоко и там очень много было довольно остроумных значит там предложений как вот значит с чем-то но на первое место получил ответ такой говорил те старая давай продадим корову понимаете то есть казалось бы вот ну из крана течет молоко и и гд корова продадим вот поэтому у всех свои какие-то ассоциации знать то есть видимо у них там с этой коровы какие-то отношения были сомнительные так что ты мне я извиняюсь объезжай говорят тут что-то стройка идет но сейчас увидите может быть за одним этим ходом а мне как раз здесь домой поворачивать да я хочу сказать что вот блогерская такая деятельность она опыт жизненный дает то есть ты начинаешь видеть то что можно увидеть только общаясь с большим количеством людей закон больших чисел эти там да ну в общем вот казалось бы партия до моя там а половину всех комментариев друзья дать кому олесе для какая-то леса красивая и это правда друзья тут же не иди ничего сделать нельзя она очень располагающим вот но друзья это же моя партия мы же празднуем тут какое-то событие там все такое год вот год алисе может сказать собрала половину половина всех комментариев так что друзья а чё вы это будет какое-то торжество сразу расколись и будете отмечать и тут же и все комментарии эти комплименты всего песик мой вышел смотри-ка наверное его пописать выводит все друзья они тут вышли пописать а я с вами прощаюсь ой ой